приветствую вас мои дорогие друзья сегодня вяжем вот такой красивый рисунок я считаю что этот рисунок осилит любой начинающий во первых во вторых этот рисунок хорош на очень тонкой нитки тогда такая тонкая геометрия ажурная геометрия можно вязать на очень толстых нитках тогда это очень красиво для пледов для накидок на мебель предположим да и на верхнюю одежду хорошо пойдет типа пальто ну и вот на такой средней нитки тоже хорошо у меня спицы 6 миллиметров или десятка американский размер нитка акрил ну что же давайте приступим подробно рассмотрим схему и свяжем этот кусочек все очень просто кстати все схемы которые я вам показываю все рисунки вы всегда можете найти у меня в вязальной группе мой вязанный мир и у меня есть другие вязальные группе посмотрите ссылки в описании под видео и в том числе все схемы рисунки вы можете найти в моей вязальной инстаграмм группе и так давайте приступим так крестики по краям обозначают кромочные петли настаиваю на их важности у меня здесь по одной кромочной петле с каждой стороны если вам нужен абсолютно незаворачивающийся красивый край на плед шарфы вот посмотрите это видео каждый раз упоминаю о нем здесь двойная кромочная очень красиво вот я вязала например шарфы очень красивый край получился посмотреть у меня есть видео об этих шарфах и в том числе вязала аля или так называемый грузинский капюшон то есть капюшон с такими длинными ушами и вот в таких изделиях и там и там я использовала двойную кромочную тоже посмотрите видео красивое изделие получилось самой понравилось и так крестики это кромочные петли пустые квадратики пустые квадратики это лицевые петли квадратики с горизонтальной полосочкой это изнаночные петли раппорт восемь петелек и я еще четыре петли сбоку добавляю слева это для симметрии чтобы красиво смотрелся рисунок ну и соответственно если вы вяжете перед или спинку изделия вам тоже нужно чтобы симметрично на выкройке располагались все эти ромба рисунок вот эти четыре петельки учитывайте и еще кромочные наверх для красивого рисунка вам нужно пройти по крайней мере 16 рядов тогда он симметрично будет логично заканчиваться и вы опять начинаете с первого ряда вязать вот такая схема что еще вам скажу на схеме лицевые изнаночные ряды лицевой и изнаночные ряд совпадает в каком смысле вот смотрите первый ряд например мы вяжем раппорт сколько 7 лицевых 1 изнаночная 7 лицевых 1 изнаночная когда вы вяжете второй ряд он изнаночный вы читаете схему не справа налево слева направо и вы видите визуально на схеме вот эти первых два ряда они ну просто совершенно одинаковые выглядят то есть на лицевой стороне изделия у вас петли будут совпадать и в первым во втором ряду снаружи и с изнанки то есть когда вы вяжете изнаночный ряд вам если вы ориентируетесь на схему вам нужно понимать что если на схеме указано что в лицевом ряду вы увидите изнаночную с изнанки нужно провязать лицевую тогда будет изнаночная на лицевой стороне соответственно наоборот если в лицевом ряду вам нужно увидеть лицевую петлю с изнанки вы должны провязать изнаночной вся наука и так поехали я уже набрала петли я набрала петли исходя из расчета 3 раппорта 4 петли для симметрии для симметрии и 2 петли кромочных у меня есть два видео 1 обычный способ как я набирала это все очень просто это я думаю знакомы все второй набор от клубка если вы очень-очень впритык у вас не так и не докупить итак первый ряд давайте приступим кромочная 7 лицевых изнаночная вяжем кромочная снимаю 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 1 изнаночная вот у нас кромочная с аэропортом следующий аэропорт опять повторяем точно также 7 лицевых 1 изнаночная так и поехали 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 1 изнаночная 3 раппорт 1 2 3 4 5 6 7 1 изнаночная и для симметрии у меня 4 лицевых мы и кромочная потом естественно 4 лицевых 1 2 3 4 кромочная первый ряд готов переворачиваем видите второй ряд визуально с лицевой стороны должен давать точно такую же картину как и самый первый ряд то есть просто вот какие ряды мы видим с изнанки те вяжем кромочная так изнаночную видим вяжем изнаночную опять изнаночная 5 изнаночная петля 5 изнаночная 5 изнаночной опять внимательно хопа лицевая лицевая смотрим дальше изнаночная вяжем изнаночной 5 изнаночной 5 изнаночной и так вяжем до конца ряда рисунок очень простой как я говорю медитативные надо известно переключаться когда в лицевом ряду что-то меняется ну и я вам рекомендую как всегда в этой ситуации использовать линейку кстати где она у меня сейчас я ее тоже применил потому что сама рекомендую а потом сама я запутаюсь то есть я вот так вот двигаю и вижу какой ряд я вижу я вот так двигаю вот он второй ряд на и соответственно 3 передвину третий ряд кромочные с двух сторон изнаночная 5 лицевых изнаночная лицевая и так и пошли изнаночная 5 лицевых изнаночная лицевая четвертый ряд полностью повторяет 3 так каждый изнаночный ряд дублирует лицевой по крайней мере визуально когда вы смотрите на рисунок на рисунок и на схеме и на лицевой стороне изделия ну что ж давайте я провяжу все 26 рядов точнее 26 извините 16 рядов посмотрим как выглядит именно вот когда вот такую высоту вы вяжете ну вот посмотрите получился именно вот этот кусочек три раппорта здесь вот так вот это выглядит вот такая вот красота ну а какой стороной потом изделия повернуть к людям вам решать ну что мои дорогие друзья подписывайтесь ставьте лайки обязательно заходите подписывайтесь и что ж до новых встреч пока пока